Завтра в России отметят самый мужской праздник – День защитников Отечества. Эта дата была учреждена 91 год назад и поначалу носила название День Красной Армии и Флота. Торжественное собрание в честь мужественных и сильных духам в Чуваши прошло уже сегодня. В Театре оперы и балета поздравления принимали ветераны и действующие сотрудники силовых структур. С места событий мой коллега Дмитрий Ковалев. Виновники торжества – сотрудники всех силовых структур. Полиция, ФСБ, судебные приставы, спасатели и, конечно же, военные. Фраза «Есть такая профессия, а Родину защищать точно про них». День защитников Отечества – праздник тех, кто обеспечивает безопасность мирного населения. В Большом Зале театры от звезд на погонах и множество наград стало светлее. Для многих подобные торжественные вечера – лучший повод встретиться с друзьями, вспомнить о тех, кого уже нет рядом. Память офицеров, погибших при исполнении служебного долга, почтили минуты молчания. Своих героев Чувашия теряла во многих военных конфликтах в Афганистане, Чечне, Дагестане. Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес ветеранов. На их примерах воспитана не одна тысяча достойных солдат. Каждый год республика отправляет новобранцев в элитный президентский полк. И этот факт говорит сам за себя. У нас востребованы наши ребята. Почему? Потому что не каждый регион посхвастается тем, что ребята служат Кременскому полку. А у нас стабильно ежегодно по 15 человек служат там. И приходят с самыми лучшими характеристиками. Ну и на сегодняшний день государственная идеологическая такая программа направлена на то, чтобы воспитать молодое поколение в таком военно-патриотическом воспитании. Создается для этого определенная среда. И бывая слава защитника Отечества, она на сегодняшний день восстанавливается. Почетные награды сегодня вручали тем, кто воспитывает молодых в духе патриотизма. Благодарности и почетные грамоты получили начальники районных комиссариатов, ветераны военной службы. Благодаря их работе Чуваши удается выполнять поставленный генштабом план по призыву. Служить в армии стало престижно. С каждым годом в республике становится все меньше уклонистов. Желающих стало гораздо больше и больше. Это, видимо, скорее всего, у нас один год службы. И то, что сейчас ребят мужского пола уже работают, особенно на госслужбу, уже не берут без службы военной. Поэтому должен еще раз отметить, что желающих служить больше и больше ребят стало гораздо больше. Продолжение следует...